Абширонский район История возникновения Абширонского района неразрывно связана с историей завоевания Кавказа, а своим названием уходит далекое прошлое боевых походов старейшего полка русской армии, Абширонского полка, сформированного еще во времена персидских походов при Петре I. С 1724 года полк называется Остробацким. В 1732 году, когда императрица Анна Иоанновна после заключения Редческого договора возвратила Персии многие завоеванные Петром I провинции, в Аска вернулись в Россию. По закону Российской империи Александр II приказом от 3 сентября 1863 года соизволил высочайше утвердить поименные страницы Пшехская, Кубанская, Абширонская, Ширманская, Самурская. Здесь и был сформирован новый 26-й конный пол 4-й бригады линейного казачьего войска. Штаб-квартира полка находилась в станице Абширонской. Полк назывался Абширонским, а первым его командиром был назначен подполковник Александр Васильевич Писталькорс. Мир высокогорных лугов характеризуется богатством реликтовых, то есть древних, сохранившихся еще с до четвертичного времени видов и эндемических больше нигде в мире или на Кавказе не встречающихся форм. Лаганакское Нагорье славится подземными лабиринтами и карстовыми пустотами. Здесь собираются талые воды, отсюда берут начало многие горные ручьи и реки. Каждая пещера – произведение искусства великого мастера по имени природа. Любая пещера – это неповторимый музей, которым можно только любоваться и не вмешиваться в естественные процессы ее развития. Гордостью нашего Абширонского района являются музеи, открытые в последние годы. Здесь всегда можно увидеть любознательных любителей природы, истории, археологических находок и прочих интересных сведений и документальных фактов. Самый большой музей в административном центре в городе Абширонске. Ботаниками установлено, что в Лаганаках произрастает 540 видов растений, из которых 120 видов являются эндемичными. Убедительный показатель уникальности района – Абширонский район по праву называется Легкими Кубани, ведь здесь сосредоточено более 80% кубанского леса. Верхнюю границу лаганакских лесов образуют пихтовые, буковые и сосновые леса. Ниже растут дубовые и дубово-грабовые леса. В примеси к букам растут клен высокогорный, береза, рябина. Здесь же встречаются клен астролистный, липа, кустарниковая форма тиса. Среди кустарников обильно произрастают смородина, кавказская черника, радодендрон понтийский, лавровишня, паду, радодендрон кавказский. Сосновые леса Лаганакского Нагоря занимают незначительную площадь. В Абширонском районе развита лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность. Деревообрабатывающее производство крупнейшее в крае. В Москве, в Кремлевском дворце съездов, наш Хадыжинский паркет. Примерно 1 четвертая часть всех источников выносит на поверхность земли не обыкновенную питьевую или техническую воду, а влагу, щедро обогащенную минеральными солями и целебными примесями. Бесспорно, самые знаменитые источники района – это йодобромные скважины санатория «Солнечная поляна» в городе Абширонске и санатория «Минеральный» города Хадыжинска. А также углекислокарбонатриевый источник детской здравницы «Горное здоровье» в станице «Нефтяное». Все они находятся в постоянной эксплуатации. Редактор субтитров А.Семкин